Ну что, привет зритель! У меня там запрос сделали кое-какой, но что-то у меня не идет ни одна мысль, а второй день уже. Я второй день так ем. Точнее мясо я в прошлый раз делала вчера на соевом соусе с медом и специями для мяса, а сегодня сделала просто с медом и со специями для мяса. А соевый соус у меня, как в сказке про рису и журавля, манная каша располосованная на блюдечке, кстати, надо смотреть как у них манной каши. И салат у меня тут. Вчера у меня были кабачки. Ну, что у меня вчера было, может глянуть телеги, хотя возможно это, ну, банки, знаю, ну, мы обстарались, может сегодня это смонтировать, мне еще там полтора чего-то, что мне надо смонтировать и отзыв один навалять. Короче, у меня тут перец, потом яблоко зеленое, победа, по-моему, потом перец желтый, перец красный, перец желтый, перец оранжевый, перец нашего огорода и перец из выгра, меня там женщина угостила. Ужок петрушка, редиска, ботва редиски, значит, яблоко, потом, что-то еще было. А, сыр этот, короче, такой, спагетти из Ашана, вместо соли и подсолнечное масло. Я еще думала туда помидорку покрошить, но что-то в итоге не стало. Специи переборщила, немножко островасто. Буду чувствовать себя дракончиком. Я хотела сначала этот переложить в пиалочку, а потом, что-то, смотрю, оно такое густенькое застыло. Ну и в пиалочку кидать. Ну, в общем, я решила, думаю, раз уж я на тарелку так располосовала, то смысл еще пачкать пиалочку, учитывая, что у меня и так гора посуды. Кто-то очень громко отчет. Закрывать щелочку. Вроде душновато. Открывать щелочку. Было тихо. Сейчас ржут у меня. Рыжа продлевает жизнь. Интересное сочетание. У меня просто был кусочек яблочка. Большая часть там отдала багандушу. А я третий день собираюсь сок яблочный погнать из остатков палансов. Двух сортовых яблонь. Видимо, это уже будет завтра. Я подумала, что если яблочко добавить и положить немножко, пару редисинок, то яблочко смягчить редисинку. У меня еще случилась синяя капуста. Ну, или фиолетовая, фиолетовая, наверное. Я изначально хотела еще капусту сюда фига пнуть. А подумала, что если я помыла редиски, то можно редисинку вместо капусты. У меня как бы вот здесь, это бульон вчерашнего мяса. Тут было вот соевый соус, как раз перца и мед. Я подумала, что его можно пустить как в макалку. Ммм, как соус для наса. Это как бы мунбанк такой. Вот ты пришел с работы, зритель. У меня вот морда лица не смазывается. Морда чуть-чуть приопустить. Точнее, чуть-чуть приподнять. Ну, как-то так. Вчера узнала, что выходит новая диджай. Я на нее посмотрела и поняла, что им надо было вовремя остановиться. И не выпускать новую диджай. У китайцев с поставлением точки всегда проблемы были, судя по некоторым отнюху. У нас 25 минут десятого. Так получилось, что я думала, что им не понадобится ужин. Но вдруг она и поняла, что хочется. Я поставила мясо. Хочу сказать, Аня, спасибо за донат. Одна с солисткой. Она мне периодически кидает на шоколадину с нам солисткой. Но шоколадина, понятие растяжимое. Я, конечно, ешь шоколадину я как-то покупала. Мне за небольшую шабашку как-то выдали шоколадину. Но кое-что на мое счастье или не счастье, я уж не знаю, шоколадина не ест. Поэтому я купила мясо. И кое-что еще. И вот мясо мы сейчас с вами едим. В смысле я ем. И вы так втыкаете, как я ем. Ну, я надеюсь, вы тоже что-то едите. Может, конечно, надо было тартошки сварить под это мясо. Или кабачка пожарить, как вчера делала. Может, такой салат не очень хорошо с мясом. Я тут все налегала на грибы. У меня еще немного осталось в морозилке. Замороженных, вареных. Еще и соленые есть. Меня с двух сторон угостили. И маринованные есть. Мне еще месяца два назад пообещали сушеных грибов. Думаю, напомнить или как. Так вот, я что-то все делаю грибы-грибы. Как мой дедушка говорит, лесное мясо. Ну, как дедушка мой. Он мне дедушка, но, можно сказать, троюродный. Он, короче, муж самой младшей бабушкиной сестры. Родной. Соответственно, его дети мои двоюродные дяди и тетя. А его внуки мои троюродные сестры и брат. Мякоть, ну, такая мякоть бывает еще и на кости. А это не на кости, я забыла, как ее сказать. Что-то мясо вообще такое свиной до хрена подорожало. Где-то на 150 рублей. Ну, где-то процентов на 35. С лета, да. И свиной, и курятина. Курятина на 50% подорожала. Если судить по сне, целой курицы я сегодня вот купила. Последний раз летом я покупала курицу за 134 рубля за килограмм. Но у меня где-то рублей на 200 выходило, потому что я стабильно беру не более полутора килограмм курицу. Ну, максимум 1600. Просто мне там много. 1100-1600 как-то так. В среднем 1400 за килограмм. Ну, выходит повес курица у меня. Курица-тушка. А 2 я не беру уже, потому что, ну, мы с кошкой-то столько не осилим. Так вот, послушавшись тою, что на курице запеченной на грудке, я думаю, на грудке от запеченной курицы можно сделать шаурму. Ну, пока это будет на покупном лаваше, потому что сама я лаваши делала только, по-моему, один раз. Лавашики такие. Чуть побольше блюдечка. И довольно давно я эти делала, лавашики, по какому-то рецепту с кукпеда. Ну, от курицы я сегодня купила. И курица сейчас стоит 200 рублей без копейки. 199-99, что-то в этом роде, за килограмм. Ну, вообще, пол цены подоржала курица. Если написать просто так. Мне близкая родственница говорит, что курица сейчас по цене чуть-чуть дешевле свинины. Или свинина по цене курицы хрязная. Ну, пока мне довольно долгое время не ела мясо. Иногда покупала колбасу. А тут что-то взяла и купила мясо. И думаю, с другой части сделать фарш. У меня есть такой кабачок из выгар в форме груши. Веркушку срезать, зерна достать, кошка их сожжет. Она у меня очень любит сырые зерна. Валеные зерна, сушеные зерна. Вообще, короче, она очень любит зерна. Циквы и кабачки. Кабачка и циквы. И еще иногда любит сжать сырой кабачок. Как вчера выяснилось. Короче, зерна кошки. А внутрь положу сыр. Может, и сыр тоже. Рис, перец, томат и фарш. А потом в духовку запечь. А я сейчас почитала в чате телеги подробности жизнедеятельности сотрудников пунктов Удачи Вайберес. Мне стало их ужасно жалко. Ну, вообще, работа с людьми, она такая 50 на 50. Это либо надо любить работать с людьми, либо лучше от безысходности. Хотя у меня есть одна знакомая, которая ненавидит детей, но работает вместе где этих детей у Вердафида. Почти в школе. А вот это, если честно, не понимаю. Ну, то бишь, зачем работать там, где заниматься той работой, работать там, где ты как бы ненавидишь, да? Скажем, такой вариант работы в доме-интернате. с детьми. И разговор у нас такой был, если кто-то узнает себя, то вам приглючилось. Дети-отказники, от которых отказались родители. Я считаю, что они не виноваты от них, отказались родители, потому что, во-первых, они не просили их рожать, во-вторых, ну, как бы, ребенок не виноват в том, что от него отказались родители. Я так считаю, если там вот родился ребенок, и мамаша несуразно его скидывает в детский дом, ему уже не повезло, что от него родители отказались. Но если ты любишь твою работу, любишь заниматься детьми, да, там, есть же люди, которые вот идут туда именно потому, что им нравится заниматься детьми. Также есть семьи, которые берут детей из-за складов не для того, чтобы им бабло дали за это, а именно потому, что они хотят, чтобы у этого ребенка была полноценная семья, чтобы они как бы и ребенком занимаются, и ребенку хорошо. А тут такую фразу слышала, я немножко в Афиге была, при том, что я как бы детей не завожу, ну, сама детей я как бы не хочу заводить, никаким образом. Я к детям как бы довольно ровно дышу. Тут здесь что-то лечит такое, а лежилка какая-то. Ну, в общем, там очень неприятно. Практически матом было сказано про детей, от которых отказались родители. Это было им вину, и что типа вот от них даже собственные родители отказались до него, что я буду к ним тоже хорошо относиться. Думаю, зачем ты тогда работаешь на такой работе, где есть вот эти дети-отказники, ты с ними как бы как педагог занимаешься, и ты при этом их тихо ненавидишь. Ну, иди оттуда, приди на какую-то другую работу, он магнит какой-нибудь. Короче, мой вежливый японец внутри меня был в диком шоке. А я сегодня поняла, что меня немножко коробит, когда на неё в приказном либо в таком невежливом тоне обращаются и говорят, ну, зовутся, закажи мне вот эту фигню вот в этом магазине. Мне не хватает слова, пожалуйста. Меня так воспитала мама, что я там, пожалуйста, сую везде, где только можно. Соответственно, как и спасибо. Я помню, бабушку очень бомбила, иногда шка, говорила спасибо на всё подряд. Оттуда, если она мне пакать какую-нибудь делала, а потом что-то, ну, даже такое, даёшь денег бабушке, бабушка на эти деньги покупает тебе еду. Вот она купила тебе эту еду на твои деньги. Тебе этой едой угостила эту бабушку и без детей поела. Ну, говоришь, спасибо за то, что позволила поесть мне еду, которая куплена на мои деньги, допустим. И человек это очень бомбит. Чего-то такая вежливая. Сколько я бы слушала. Так вот, мне не хватает этого, пожалуйста. Когда я слышу, допустим, в близком окружении от ребёнка относительно чего-то хотящего, допустим, от своей мамы, бабушки или ещё кого-то в таком полуприказном тоне канебратском невежливом. Меня так это коробит, когда я ничего не слышу. Не лезет по ушам отсутствие, пожалуйста. Вот мои загоны такие. Так вот, там была тема такая, девушка задавала запрос на манбан на счёт желчных людей, которые всегда всем недовольны. Я очень долго на эту тему думала. может эта тема подошла бы к вопросам на стрим, потому что что-то как-то, кстати, я тогда обещала этот стрим провести в каком-то видео говорила, но случилось так, что не случилось, может быть в эти выходные получатся. у меня тут такой закончик, надо будет вечерком медовой водички попить, потому что осень, обострение, у психов крыша снижает, хейтеры обостряются в комментах, а у меня неострое так как бы нельзя особо-то, а я тут, видать, со специями приличненько так переборщила и чувствую себя дракончиком, буду знать, что этих специй надо поменьше ложить я не какие-то скроватые, мне надо будет липанкреатин слопать, что это у меня, а, я же сюда чесночок ложила три кусочка, мясо, или еще что-то такое, нейтрализующее действие острый спецы, а то потом есть мне придется целый месяц овсяночку на воде, а я что-то сейчас на завтраке ем творожок, так вот, которые вечно во всем видят плохое, когда у меня была неправильная реальность, я была забита заезженная и так далее, я тоже иногда видела плохое, либо не воспринимала хорошее как хорошее, либо шутки, юмора не понимала так как надо и обижалась даже на них, но уж совсем плохое во всех везде не видела, не было такого, и с одной стороны, люди, которые видят везде плохое, они несчастные, но с другой стороны, я считаю, что они не только несчастные, они скорее все много чего в жизни есть, может быть придать у меня на канале какая-то баба, может мужик, ну короче какой-то персонаж, всем таким похвалиться своим финансовым положением, тем всем, но желчная шупи сез, а вот есть люди действительно несчастные и финансами обделенные, им просто уже как бы не хватает сил замечать то, что вокруг не все так плохо, но допустим они выспятся и могут начать замечать, что-то хорошее, что не все вокруг плохо, с ними что-то хорошее конкретно такое случится, что перекроют все эти негативные моменты, они могут понять, что действительно не все так плохо, они сами по себе просто добрые, ну либо не совсем добрые, а есть тел, которые в принципе все есть, даже больше, они не ценят то, что у них это есть, если они видят, что их очень кстати очень сильно бомбит людей, у которых все есть практически, но есть больше, допустим у Пети есть всего дофига, а у Васи ни хрена, но Васи не унывает, и вот Петю от того, что Васи не унывает, у которого ничего нет, очень сильно бомбит, потому что у Васи то ни черта нет, и он не унывает, а у Пети всего дофига, но чего тогда не хватает, может какой-то малости, может какой-то мизерности, может быть даже того, что ему не хватает, на самом деле хватает, но он не понимает того, этого, с объяснением мне всегда было суга, так вот, люди, у которых все есть, как бы, все там блага цивилизаций и подобное, или большая часть благ цивилизаций, которые живут на этап лучше, чем другие, которых может бомбить то, что другие живут хуже, но не расстраиваются и продолжают как-то пытаться жить дальше, они злобные, они сами все просто злобные, и они видят, думают, что если они будут там ненавидить кого-то в открытую, хейтить, как вот у меня там полтора землекопа на канале, хотя здесь какие-то залетные, но в основе только один такой конкретно хейтер сейчас, вы уж простите, тут все свои, а кто не свой, побомбите в каменты, джюдж сделайте, а то последние месяца полтора, наверное, у меня на канале только одна такая активная многолекая маката прыгает, я иногда читаю ее каменты, думаю, блин, ну хоть бы кто-то еще написал каменты, а то только вот это вот, в чем человек, который крытит другого и не замечает, что в его жизни в итоге я говорю на эту тему, одну из запрошенных, в его жизни в принципе есть все, что для жизни надо, а если нет какого-то хобби, да, обычно у этих людей нету какого-то конкретного хобби, который именно радость приносит, когда этим хобби занимаешься, ты улыбаешься, книжку читаешь, аниме смотришь, там, вышиваешь, еще что-то без занятое что, ну короче, какое-то хобби, которое реально приносит раз, у нас сегодня, как бы в моем близком окружении случилась очень неприятная вещь, но доброе такое и улыбчивое. Я сидела и ловила себя на том, что сижу и улыбаюсь. Так вот, люди, у которых нет хобби, которое приносит им радость, именно удовлетворение, необязательно в это хобби вкладывать до хрена денег. Либо вкладывать до хрена денег и ловить кайф от того, что ты вложил в это хобби до хрена денег. YouTube, например, для меня. Вообще, много всяких хобби. Да даже тоже они могут смотреть тоже в принципе хобби. Так вот, люди, у которых нет своего хобби, хобби, которое приносило боем радость и удовлетворение, пустые люди. Люди, которые не замечают, что у них в принципе все есть и есть больше, чем даже нужно и можно главное, чтобы если по это ценить, которые не ценят то, что имеют. плюющиеся злобой на любых других людей, у которых есть в половину меньше, либо вообще ничего, но они не улыбают. И при этом у них есть свое хобби. Хобби, от которых они получают удовольствие, даже если это хобби, много кому не нравится или кто-то считает их хобби каким-то чудательством. Они, соответственно, плюются злобой, потому что они не знают, как по-другому выразить свои эмоции. Может быть, они даже в глубине своей души не настолько злобные, нылые гола. Не будем говорить тварей им ради, да? И может быть, когда-то давно они были какими-то, может, в каком-то детстве они были какими-то добрыми, нормальными людьми и ловили радость от того, чем они занимаются, либо ценили то, что у них есть. но на момент данный момент жизни они вот именно такие злобные, недовольные и думают, что если опускать других, приладаться в них ненавистью, злобы, рассуждать, оскорблять и прочее, то в их жизни что-то улучшится. короче, я не знаю, как мне одно сказать, но если вас кто-то вот так же травит, как меня в разные периоды жизни, мне больше чисто в сети всякую гадость пишут, не всегда приятно читать всякую дичь про себя. Но в большинстве случаев мне это веселит. Если вы ведете тоже какой-то канал, ну или чем-то подобным, занимаетесь, ну тут масло просто упало. эмоционально так делала, потом подумала, что может кого-то от этого бомбанет. Надо селёшку налить. Тут очень хороший бульончик, можно бы его слить куда-то и на его основе сделать суп. Он мясной, правда, очень острый. Я даже не знаю, как мне так сделать, чтобы одно на другое поставить, чтобы мне что-то тут поменьше занималось. Так оно вот так встанет, да? Сейчас чаю истин налю. Так вот, если вас кто-то хейтит там лицо, за глаза, в текстовом виде, если есть возможность в текстовом виде не читать, когда у вас плохое настроение, вы устали, грустно, скучно, никому пену долядать, не выспались и так далее, что-то болит, то лучше этим не заниматься, потому что иногда я за собой замечаю, уже когда я читаю, что-то какой-то высером мне при этом плохое настроение, ну, я переживаю какой-то момент в жизни не очень удачный, если я это читаю, то оно меня действительно задевает, я могу что-то резко ответить, но я уже себя контролирую, я не делаю кучу скриншотов, как это было раньше, может, год или полгода назад, или два года назад, бложек там или в чатик, что-вот, смотрите, какая тут фигня написала, потом думаю, я когда пытаюсь думать вроде скриншоте, а потом понимаю, ну, как бы у меня есть намного больше адекватных зрителей, которые будут переживать, во-первых, что я обращаю внимание всякую срань, во-вторых, это неуважение по отношению к добрым зрителям, которые, когда я буду внимания выделять всякой сране, вот так, и я стараюсь как бы не реагировать, либо просто не читать комментарии, или, допустим, я на мыле это читаюсь, и там выходит, тыркаюсь, пришел там канал Культура, или как ее там сейчас звать, ну, короче, хейтер с кучей фейховых аккаунтов прискакал, и я понимаю, что если я сейчас прочитаю один комментарий, а ее там, как из рога изобилия по носам сейчас проберет, не пристали скалор, и, соответственно, как бы там комментов в 20 будет в среднем, одним не ограничится, если я отвечу, это бесполезняк, ей отвечать, она будет развивать тему, причем эти люди, они знают про вас практически все, они там досконально изучают, они наблюдают, у них, с одной стороны, это какая-то кривая любовь, ну, потому что нормальный человек самодостаточный не будет таким заниматься, во-первых, не будет кого-то там хейтить, если ему кто-то интересен какой-то там айдол, да, на азиатском манерном айдол, не айдол, айдол, ему интересен какой-то айдол, и он просто за ним следит, вот это творчество ему нравится, еще что-то там, все интересуется, он все равно это делает из каких-то, ну, чтобы ему было приятно, и он радуется за человека, за того, за которым он следит, а здесь вот какая-то извращенная любовь, когда каждую запятую, каждую блоку, там, каждую точку увидят, обсудят, размусолят и получат от этого кайф, это извращенный кайф, но это все лишь от того, что человек изнутри гнилой, гнилой, скорее всего, потому, что он не замечает изначально доброты вокруг других, доброту других людей к нему, и, соответственно, и все это идет от того, что у него просто нет какого-то хобби, которое его удовлетворяло бы и приносило бы ему радость. Я чувствую себя драконом на наличие. Привет, дракон, до тебя стало больше. Данный день чаш какой-нибудь есть? Уф-уф-уф. За поддержку я себе дневного чая порошкового, который можно и без молока, но раз уж я сегодня купила молока, потому что у меня козья закончилась внезапно. Точнее, как козья внезапно стала кефиром. В большом количестве. Сколько у меня тут повременит еще? Еще 8 минуточек. Сейчас я с вами поключу ежку. Если у вас есть какой-то личный хейтер, с одной стороны, круто, у вас есть личный хейтер, он ваш последователь. Он днями не спит, ночами не жрет, лишь бы увидеть, что у вас, потому что, судя по тому, как я выкладываю видео, я еще даже не успела где-то написать закрепленный комментарий или вообще что-то понять, что и как. Только еще выложила. И человек уже тут. Столько я пост или я выложила, и уже какая-то неадекватная реакция к посту. То бишь человек уже не помнит себя, он живет вами. Человек не помнит себя, он живет мной. Это, конечно, неприятно, когда есть в окружении какой-то негативный персонаж, который вместо того, чтобы заняться своей жизнью, чаще всего там страдает мама это, допустим, замужняя женщина у нее допустим, муж и ребенок чаще всего страдает ребенок, потому что внимание свое мама тратит не туда, куда надо. Если это просто какой-то человек. Короче, человек все свое время свободное тратит на вас. Ну, или на меня, как в моем случае. Другой человек. И в каком-то плане это плюс вам лично, вот у вас есть такой извращенный поклонник. Но в каком-то плане это просто очень несчастный человек. Как на таких реагировать? Меня в шестом классе начали гнобить свое время. Те же, кого я считала друзьями. И все вот эти советы, что отвечать грубо или резко, или улыбнуться, или все что-то, все, что там психологи советуют, или еще какие-то другие люди. На самом деле, я это все в свое время перепробовала, и это пустая болтовня. Потому что никогда не знаешь, что среагирует, как среагирует человек, и что именно поможет. Можно игнорировать, конечно. Лучше всего, конечно, игнорировать, но когда есть физическая составляющая, то это сложно игнорировать. Было и такое. Если кому-то интересно, у меня есть рассказ искусства ювелира, там кое-что описывается. Хоть и завуалировано, но именно так. Но сейчас у нас речь идет просто о негативных людях, которые не все негативщики смогут, допустим, применить физическое насилие относительно того, кого они хейтят. По большей части они очень трусливые, и при личном контакте, если это дело идет в интернете, при переписке, или что-то такое, или по телефону, при личном контакте, там где-то процентов 50, вот, что все то говно, что на вас выливается в сети, не факт, что оно вылится в реале, потому что возможно человек не сможет этого сказать, глядя вам в глаза. Это просто унылые, трусливые люди, без какого-либо хобби, которое именно что и с одной стороны можно сказать, что их надо пожалеть, а с другой стороны я считаю, что они недостойны даже жалости, потому что допустим слово жалеть в лексиконе моей бабушки плюс-минус ее там этих друзей, родных и так далее, ну допустим до 50-х возможно годов, еще в некоторых деревнях до сих пор, короче в некоторых деревнях Углического района слово жалеть обозначает любить, так вот, когда ты кого-то жалеешь, значит ты у кого-то любишь, не надо любить тех, которые вас хейтят, ну и не надо к ним относиться как вот фу, какое-то говно на дороге валяется, лучше просто игнорировать по возможности, либо если хорошее настроение вас кто-то хейтит, мне иногда приятно очень читать, я вообще такой нарцисс, хоть этого возможно не скажешь, мне так обидно было, даже нарцисс, так вот, я иногда читаю всякие сражи, не только от того персонажа, но и залетных каких-то хейтеров, мне так весело с этого, я не знаю полностью ли я раскрыла эту тему негативных людей, но я по крайней мере попыталась через силу дорог, вот, что-то сделала, если не удовлетворила до конца, то просто можете дать конкретный какой-то вопрос, снова под этим даже видео, расписать допустим, есть еще место 3 минутки, расписать по пунктам что конкретно вы хотите от меня услышать, вот так, так как времени у меня тут остается на флешке совсем ничего, я что-то не освободила, не удалила, то что можно было бы удалить, я сейчас просто пару глотков делаю, там уже горячо, а чай с молоком попью уже пока буду монтировать, так что я надеюсь вы пожрали, приятно провели время, удовлетворили свое любопытство, словили положительные эмоции, если хотите поддержать канал как Наташа, Тоня, Аня и другие, вот где-то тут будет облако, поддержите, мне будет приятно, вы мотивируете меня на что-то еще, ну это всем пока, Он, так раз, ОТОН, ound, мотив conte, eld, я не два, нет, аня, н instal restrained,